МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я имею, что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать... Добрый день, добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радионародная волна на частоте 14,30 М, 99,1 ФМ. На нашем веб-сайте radio-nvc.com и на нашем YouTube-канале. Я смотрю все наши постоянные зрители и слушатели на YouTube-канале уже на месте. Всем привет! Как говорит наша Инна Сергеевна, эгэ-гэй! Давайте звонок примем. Добрый день. Добрый день. Есть какие-нибудь комментарии о сегоднях слушаниях? Есть! Ну, я не знаю, я не очень... Я кусочек послушал перед тем, как собирался на работу. Слушал заунывное завывание Дика Дюрбина. Вопрос якобы на самом деле. Он говорил о том, что как вы можете заниматься слушаниями вот этими, когда мы посреди пандемии, когда мы посреди, так сказать, кризиса, а вы вот занимаетесь этим слушанием... Хочу я тебе по секрету скажу одну вещь. Такое впечатление, как будто они читают просто по одному скрипту. Почему? Потому что Клобошар сказала... Вот Дюрбин и Клобошар, такое впечатление, как будто они просто вот по одному сценарию читают. Мы вместо того, чтобы заниматься пандемией, вместо того, как будто у них два месяца... Вот только что это произошло, а что вы делали два месяца? Да, вот... Вас вообще не было нигде. Проводить расследование мало, потратить 40 миллионов долларов денег. Потом импичмент выдумывать. Вот этим заниматься они могут. Когда Трамп после инаугурации призывал, так сказать, поднять экономику и сделать Америку снова великой, они занимались тем, что пытались совершить государственный переворот и скинуть законную власть. И на это у них времени хватало без проблем. И денег хватало, и времени хватало, все у них хватало. А когда попытались разобраться, но ведь все уже как бы всем понятно, что не было никакого сговора между... Это заключение команды Маллера, несмотря на то, что они уже старались, перед ними стояла задача такая, и все равно ничего не смогли. И там однозначно написано, что никто из компаний Трампа или из граждан Соединенных Штатов Америки не вступал ни в какие сговоры с администрацией, с президентом Путиным и со спецслужбами и так далее. То есть это написано в докладе Маллера, в задаче которого входило, ну, хоть что-нибудь, хоть как-то, хоть чуть-чуть накопать. Нет, ну, во-первых, по-прежнему часть населения, по-прежнему, я смотрю в комментарии на Фейсбуке, и американцы, и русскоговорящие, и некоторые особо одаренные, по-прежнему считают, что Трамп в Белом доме благодаря Путину, хотя уже из документов обнародованных стало известно, что разведка доносила ЦРУ, что администрация Путина заинтересована в том, чтобы на выборах победила Хилари Клинтон. И Джан Брэннон эту информацию утаил. Ну, вообще, ты знаешь, да, что Трамп, я считаю, по моему мнению, вообще должен быть приписан к сану святых. Почему? Если он прошел через Эндрю Вайсмана и остался на свободе, значит, там просто, у него крылья должны просто расти уже. Эндрю Вайсман, это на самом деле человек, который заправлял всем, потому что, ну, вы видели на слушаниях Малера, где человек как бы немножко не в себе, не понимает вопросы, которые ему задают, не знает, что там в докладе написано, вообще ничего не знает. То есть человек, ну, уже пожилой человек, очевидно. Или сыграл такого, включил дурака и... Я думаю, что они его особенно просто не посвящали. Знаешь, как говорится, ваша цифра номер 8, когда нужно, мы вас просим. Занимался всем Эндрю Вайсман, это совершенно мерзкая фигура. На его совести не только судьбы людей, но и жизни людей. Я не говорю о том, что он там огромную компанию просто уничтожил, и те обвинения, которые, по которым людей посадили в тюрьму, потом в Верховном суде, 9 судей отменили это решение. 9. То есть и консервативные, и либеральные судьи перечеркнули то, что сделал Эндрю Вайсман. Ну, человек, который готов идти по трупам. Он пошел по трупам? Из каких соображений, не знаю, из меркантильных, из карьерных. Ну, в общем, человек подонок, самый настоящий. Человек, у которого нет ничего святого. И вот этот человек заправлял всей этой командой Малера. Вот так это было. Ладно, я вообще начал, начать хотел с того, что опять обратиться к нашим радиослушателям и поблагодарить их. Я не перестану и не устану произносить слова благодарности в адрес наших слушателей, которые нас поддерживают, в том числе и финансово, и по-прежнему присылают небольшие чеки, какие-то переводы небольшие делают. И на самом деле мы уже два месяца существуем, по сути дела, благодаря их пожертвованиям. Я не знаю, сколько это еще продлится и как. А была надежда. Была надежда, что это безумие с карантином закончится, и экономика вернется назад, и, похоже, понимая это, кто-то спровоцировал большую-большую беду. Я не знаю, не хочется звучать, как человек, который впадает в теории заговора, но вот, скажем, я сегодня, когда ехал, в машине слушал Денниса Прегера, он говорил о том, что правительство Германии сейчас пытается, что называется, damage control осуществить, потому что ученые немецкие провели исследование вот ситуации, связанные с карантином, с коронавирусом, и пришли к выводу, что реакция была чрезмерной, неадекватная, абсолютно чрезмерная реакция, и они пришли к выводу, что большинство людей, которые умерли, которые занесены в статистику, умерли бы в этом году так или иначе, и по их расчетам, по их представлениям, по их экспертизе, получается, что на самом деле от вируса, конкретно от вируса, во всем мире умерло порядка 200 с лишним тысяч человек, и они приводят пример, что, скажем, а от флуензы там за год умирало в мире более миллиона человек, то есть миллион 200 тысяч человек, можете сопоставить эти две цифры, от коронавируса умерло 200 с чем-то тысяч человек, от флуензы миллион 200 тысяч человек, Вы помните подобный карантин когда-либо? Я такого не помню. Самое обидное, знаешь что? Самое обидное то, что до сих пор вот эта истерия продолжается в Америке и до сих пор нас пугают. Вот объясни мне логику докладов, которые сегодня делаются, по крайней мере, в нашем городе, в Чикаго. Значит, по заявке наших медработников в штате Ильиной, количество заболевших идет постоянно на спад. Вот, да, казалось бы, мы подходим под все метрики выздоровления и так далее. И тут же нам говорят, но тем не менее, будет еще сотни и сотни случаев заболевших. Ну и что? Логика в чем? Значит, еще раз. Раз это же произошло, наверное, не случайно, карантин, паника, вот такое нагнетание атмосферы, значит, кому-то это было нужно. Ну, не бывает случайных вещей, таких глобальных случайно не происходит. Значит, кому-то это было выгодно. Мы можем рассуждать на тему, кому выгодно. Я думаю, что Китай вышел на самом деле в более таком преимущественном положении, чем все остальные. Экономика во всем мире грохнулась, причем основательно. Значит, я всегда утверждал, что если бы это не был год выборов, то, наверное, все произошло иначе. Но тогда возникает вопрос, а при чем здесь остальные страны, при чем здесь Европа? Ну, я хочу сказать, что президент, который сегодня в Белом доме, не устраивает не только китайцев и демократов, он не устраивает Иран, он не устраивает Европу, потому что он занял принципиальную позицию по отношению к Европе, по отношению к НАТО. Он занял принципиальную позицию, ведь он претензии, которые он предъявляет, причем обоснованные совершенно претензии, которые он предъявил Китаю, он точно так же предъявляет претензии подобного рода к нашим европейским партнерам, торговым партнерам. Окей. Вопрос тогда. Да. Тогда вопрос. Понимаешь, когда говорят, что Америке было очень, или есть, очень больно падать, но с нашей сильной экономикой мы сможем, как говорится, баунс, ну, то есть, воспринимать, вернуться, да. Да, причем, предположительно, все говорят, даже левые говорят, что это может произойти достаточно резво. Но ведь в Европе экономика не настолько шикарная. Пойти на то, чтобы отморозить себе уши только для того, чтобы убрать Трампа, а потом что? А как потом восстанавливать экономику Германии, как восстанавливать экономику Франции, экономику как? За счет чего? За счет того... Если американский рынок уходит, дальше что? За счет того, чтобы удоить Америку. Да, ну, кто им даст удоить Америку, если в Америке упавшая экономика и все дела упавшие? Ну, не все дела, ты посмотри, маркет. О! О! Посмотри, обрати внимание на маркет, 26 тысяч. Ну, да, но, опять же, ты абсолютно прав, мы с тобой говорили про это. Денег-то вбухано немерено в этот маркет. 6 триллионов, по сути дела. Ты представляешь, если бы вот эти 6 триллионов сегодня потратить на нужды граждан, скажем так, но на правильные нужды граждан, представляешь, в два раза бы поднялась экономика, в два раза быстрее. Посмотри, не надо направлять деньги на нужды граждан. Посмотри, предыдущая администрация боролась за средний класс так, что средний класс сократился примерно на 3%. Сократился на 3%. Потом глобалисты ударили по нам и по всей экономике всего мира этим карантином, что, по сути дела, наполовину уничтожило средний класс Америки. Потому что, ну, средний класс, 80%, если я не ошибаюсь, людей работают в малых предприятиях, в малых бизнесах. 40 миллионов безработных. Так вот, эти бизнесы, это как раз средний класс. И наполовину был уничтожен, потому что, я думаю, что, ну, не половина, но, может быть, четвертая часть уже никогда, даже вот без последних событий, примерно четверть всех бизнесов никогда уже не восстановится. Не поднимутся. То есть, по сути дела, этим карантином они грохнули примерно четверть среднего класса. Просто уничтожили. Да. Уничтожили. И теперь, чтобы добить его, был спровоцирован вот этот всплеск. То есть, должны были начать открываться предприятия, а теперь я не понимаю, какие предприятия смогут открыться. Мало того, что все и так в финансовой яме сидят, потому что два месяца никто ничего не работал, не производил, а сейчас еще и разгромили половину. Только давай так, для тех, которые нам... Я уже слышу народ, который нам будет верить. Так что вы хотите сказать, что Ото было... Он был нанят, я имею в виду полицейский, был нанят демократами для того, чтобы его убить? Я об этом... Я не хочу этого сказать. Послушай, если бы не было этого повода, нашелся бы другой повод. Вот, вот о чем я хочу сказать. Вот на что я тебя вытаскивал. Я не пытаюсь, так сказать, конспирологическую теорию построить, что сыграл артист, там, или... Хотя разговоры разные ходят. Это... Я не знаю этих фактов, поэтому я об этом говорить не могу. Но картина в целом вырисовывается. Ну, во-первых, демократы никогда не упускают возможность использовать любой кризис, потому что... Они откровенно об этом говорили, когда карантин наступил, ты помнишь, Клейберн сказал, у нас есть сейчас уникальная возможность изменить страну так, чтобы она соответствовала нашим видениям и так далее. То есть, они никогда не упустят возможность воспользоваться кризисом. Я не знаю, было это сделано... Я не буду об этом говорить. Но то, что они это используют... Потому что, ну, трудно себе представить... Хотя нетрудно. Есть причина, по какой, скажем, руководители городов, мэры, губернаторы... Ну, в частности, вот, если говорить там наиболее яркий пример, допустим, Дебил Деблазио. Почему он себя так ведет? Почему он позволяет толпе бесчинствовать, уничтожать то, что кем-то было создано или взлелеено? Он, по сути, позволяет им это делать. Он дает команду полицейским стоять, не трогать и так далее. Да потому что уничтожают не его избирателей. Это его избиратели уничтожают средний класс. И, с одной стороны, казалось бы, ему никто никогда не простит. Вот бизнесы, которые потеряли, которые разрушили, ему наплевать на них. Это не его избиратели. А вот те, кто грабят, рушат, убивают, это как раз его избиратели. Так же, как в Чикаго. Лайтфуд избирали не люди, которые работают, что-то делают. Нет. Вот те, которые грабят, это они ее избирали. Абсолютно. Это ее избиратели. Поэтому она стоит на их стороне, а не на стороне среднего класса, которые работают. Ну, еще может быть прослойка особо одаренных адвокатов, экономистов, айтишников высокооплачиваемых, которые прошли университеты с промытыми мозгами, которые дают деньги на избирательную. Я всегда говорил, демократам нужны две категории избирателей. Это быдло нищие, которое толпами идет голосовать, и тоненькая прослойка, которую они будут доить, которых они могут зашкворить, взять и выдавить из них деньги. Все. Ну, если они самостоятельно их не поддерживают, хотя довольно большое количество этих, получивших хорошее образование в агиноголовых, они добровольно дают деньги, потому что им видится так. Вот, по примеру, как руководители больших технологических компаний дают деньги большие на выборную. В общем, все, что нужно демократам. И вот этот еще один удар по среднему классу, еще один удар для того, чтобы уничтожить средний класс. Ни в одном тоталитарном государстве с развитым социализмом, по сути дела, среднего класса не было. Не было. А он не нужен? Абсолютно. Им не нужны думающие, независимые люди. Абсолютно. Не нужны, конечно. Абсолютно. Чем больше людей они посадят на зависимость, на иглу правительственную, тем лучше. Они так или иначе будут голосовать за тех, кто им будет обещать. Обещать будут. Вам не надо работать. Сидите дома. Зачем? Мы вам будем платить. Мы вам будем платить. Поверх того, что вы будете получать, мы будем платить еще по 600 долларов каждую неделю вам. И продлим на всех Обамакер. Вот. Вот сидит наш, в кавычках, будущий президент. Я больше чем уверен, он никогда президентом не станет. Так или иначе. Неважно. Даже если по какой-то причине демократы выиграют, все равно он не будет президентом. Но он сегодня вам уже обещает. Как, кстати, в свое время обещал Притцкер. Я вам подниму налоги. Я вам это говорю честно, откровенно. Нет. Голосуем. Сейчас у нас Джо Байден говорит абсолютно четко. Значит, я верну налог на этот, пейрол, налог на 28%. Я вам полностью на всех отдам Обамакер. Вы понимаете, что... Вот, кстати, еще одна вещь насчет полиции. Значит, вот люди демонстрируют против полицейских. Да? А теперь представь себе на секундочку. Даже вот эти импотенты полицейские, которых удерживают, связывают по рукам и ногам их мэры и так далее. Вот если их, даже вот таких, убрать, подумайте, люди, что будет в этой стране. Вообще, политики из полиции, из армии вот в этот сложный период делают что-то невероятное. Это такая жалкая картина, когда полицейские становятся на колени перед толпой, которой место в тюрьме на самом деле. Это вообще просто... А мало того, я сегодня видел еще одно видео, где 101-я Airborne дивизия, военные солдаты, военные, которые... Я не помню, в каком они городе стояли. И там одна голосистая, черная такая, шустрая, пыталась их уговорить, что вот, да, идемте с нами, идемте с нами. И они, он так извиняющимся тоном говорит о том, что я не могу, у нас как бы вот этот участок, мы можем вас проводить там до перекрестка и вернуться назад. Мол, нет, вы должны маршировать с нами, вы с нами, да. И какой-то еще один черный говорит, обстаньте на колени. И они встают на колени. У меня челюсть отвисла. И они ведь... Я не думаю, что эти военные сами, так сказать, по зову сердца это делают. Потому что я сегодня послушал кусочек пресс-конференции Эспера, министра обороны. И он во время этой пресс-конференции заявляет о том, что, безусловно, мы все знаем, и мы с этим должны бороться. И он говорил об институциональном расизме. Какой нахрен расизм? Понимаешь, если министр обороны с трибуны говорят о том, признают, что у нас существует, так сказать, системный расизм, куда дальше идти? Какой нахрен расизм? Это вообще тема, я не знаю, Джесси Джексона, Элла Шарптона. Это их тема. Они на этом деньги делают. Но когда министр обороны об этом заявляет, а у тебя в армии расизм, хотелось бы спросить. Нет, в армии у нас все в порядке, мы над этим работаем, инклузов, диверсити и так далее. А вот в стране существует расизм. Если представители администрации говорят о том, что у нас в стране существует системный расизм, конечно, это дает такие козыри в руки этим бандитам. У меня, честно говоря, было просто не по себе. И вот после того, как я послушал Эспера, и потом я увидел это видео, где солдаты встают на колени, в чем они провинились перед этими говнюками, которые за свою жизнь нихрена не создали, большинство из которых живут за счет налогоплательщиков, чем эти солдаты, эти люди, которые рисковали своей жизнью, воевали, там, деплойт были там или там, провинились перед этими уродами моральными. И они должны встать на колени. Мне очень хочется верить. Я думаю, что президент понимает, что происходит. Ты задавал вопрос мне сегодня такой критический очень, когда мы выяснили, что на самом деле этот карантин – это не что иное, как очередное звено в цепочке заговора. Ну, условно говоря, кому-то это выгодно, кто-то это сделал, хотя этого делать не следовало, и что пережить этот экономический спад будет довольно сложно. И ты спросил меня, а где же были мозги у Трампа? Я думаю, что Трамп прекрасно все понимает, но просто толпу, вот глядя на эту толпу, которая звереет, рушит, громит, грабит, то же самое произошло с населением. Население оболванили. 24 часа в сутки их запугивали, стращали, и нормальные люди потеряли покой. Нормальные люди, в принципе, были запуганы настолько, что нет-нет-нет, карантин нужно продолжать. То есть совершенно безумная вещь. И я думаю, что Трамп, все это понимая, просто, нет, почему импичмент не состоялся? Не потому, что Трамп не виноват или виноват, нет. Не состоялся потому, что большинство населения эту идею не поддерживало. Склонись большинство на сторону демократов, республиканские сенаторы сдали бы Трампа с потрохами. Республиканские сенаторы его сдают уже сейчас, во время слушаний. Абсолютно. Они бы сдали его с потрохами и проголосовали бы за импичмент. Они этого не сделали, потому что избиратели в массе своей понимают, что под этим ничего нет. Это очередная попытка свергнуть законное правительство. Ничего больше. Но вот то, что произошло с карантином, если бы Трамп не принял эти безумные меры, я думаю, что он это понимал, но он также понимал и то, что если бы он этого не сделал, эти уроды, эта старушка, возглавляющая Нижнюю палату, они бы объявили очередной импичмент, и, судя по настроению народа, народ запугали до такой степени, управлять народом в состоянии страха, манипулировать им очень легко. Народ запугали до такой степени, что они поддержали бы идею импичмента. И тогда бы республиканцы его сдали. Сказали, да, слушайте. Серёж, вот я сейчас скажу одну вещь, очень крамольную вещь. Но когда, судя по, то есть, если следовать логике вот этой, значит, в этой стране надежды просто больше нет. Всё. На этом заканчивается страна Америка, потому что если народ настолько позволяет себя запугать, что просто сам, в принципе, выдёргивает чеку из гранаты, значит, о чём мы тогда будем, о чём говорить, о чём мы разговорим? Я всегда говорил, что в этой стране может произойти, как и в любой стране, может произойти всё, что угодно. И поэтому, ну, ты посмотри, вот, ну, это просто явно, я разговаривал с людьми, которые, в принципе, вменяемые люди, но вот эта ситуация, они настолько запуганы этим коронавирусом, потому что они потеряли способность, ну, как бы, мыслить трезво. Страх подавил просто, мыслительные способности подавил. Давай, примем за вами. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу говорить? Пожалуйста, пожалуйста. Потому что я слышу радио говорить. Выключи. Скажите, пожалуйста, такую вещь. Сегодня мы смотрели очень эмоциональное выступление, посвящённое убийству этого чёрного. И всё время говорили о том, затем он начал перечислять тех, тех, кто были убиты белыми. В прошлом году Хеннеди приводил цифры, по-моему, это было за 2018 год, может быть, 2017, о том, сколько человек в Чикаго было убито чёрных чёрными, и сколько человек было убито белыми чёрных. И цифры там такие красочные, что такое впечатление, что чёрные сами производят, буквально, это отстрел своих сородичей. Вот было бы интересно найти эти цифры, которые приводил Хеннеди. Не сомневаюсь, что цифры эти есть за каждый год. Они есть, но я вам, знаете, не надо ходить далеко. За прошлые выходные, за прошлые выходные, вдумайтесь в эту цифру, 89 было выстрелов, из которых 19 было убито. То есть, 70 человек ранено, 19 убитых за одни выходные, это суббота, воскресенье прошлой недели. И что, это всё были белые, что ли? Да нет, дело не в белых. Дело в том, что никто ни одного слова не сказал про тех, которые их убили. Вот про это я и говорю. Да? Спасибо большое. Спасибо, Анатолий, что вы уловили мою мысль. Кто сказал об этом, когда идёт буквально в смысле слова отстрел какой-то? Да, да. Спасибо большое. Спасибо большое. Действительно, теперь вся страна знает Флойда, герой. Несмотря на то, что человек хорошо знаком с полицией, с, так сказать, человек, который в своё время приставил пистолет к животу беременной женщины и сказал, если ты сообщишь в полицию, я тебя сейчас прострелю насквозь, из него сделали героя. И мы теперь будем праздновать день чести и памяти этого ублюдка. А позавчера, вот те, перед которыми теперь полиция встаёт на колени, застрелили ветерана полиции, капитана, который сейчас находится на пенсии, 77-летнего Дэйва Дорна, который попытался вмешаться, когда они пытались ограбить ювелирную лавку. Да, и он попытался их остановить, они его просто застрелили. И об этом ни одна проститутка на CNN, на MSNBC не скажет, потому что это неинтересно. Кстати, он тоже афроамериканец, в Сент-Луисе, афроамериканец, капитан полиции бывший. Его застрелили эти, так называемые, протестанты. Мирные. Мирные, да. И ничего, об этом не говорят. А из уголовника, на самом деле, из уголовника, он типичный уголовник, Флойд, из него сделали героя. Вот так. Мы живем в перевернутом мире. Спасибо средствам массовой информации, спасибо политикам. Вы помните, как проходило с этим Майком Брауном? Да. Hands up, don't shoot. Hands up, don't shoot. И я помню, как на CNN сяди, не знаю, как их назвать, чтобы не оскорбить снежный слух своих слушателей, изображали, поднимали руки, как члены Конгресса вышли на лестницу Капитолия, подняли руки, скандировали. Это была обычная ложь, которой оболванили половину населения страны. Это при том, что было доказано, что он пытался влезть в машину и схватить... Пистолет и выстрел был произведен в машине, потому что тянул пистолет. И Эрик Холдер направил туда своих псов из дивизиона по нарушению прав и свобод граждан. Да. Это было интернальные affairs. И расследовали, и расследовали, и полицейского оправдали, не нашли в его действиях никаких нарушений, криминала тем более. И тем не менее, МИДИ на протяжении длительного времени питала вагиноголовых вот этими сказками, и они это хавали, и по сей день считают, что вся полиция... Хотя к полицейским достаточно, можно предъявлять претензии. Тоже есть претензии. Абсолютно. 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 И среди них хватает людей, которые, так сказать, не достоины звания офицеров. Безусловно. Но то, что происходит, то, что из уголовника делают герои и позволяют страну, по сути дела, разрушить, я не понимаю этого. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Буквально два слова. Новый опрос показал, что 58% студентов колледжа и университетов в той или иной степени оправдывают действия мародеров и погромщиков. Огромная-огромная проблема, мы об этом говорили не раз, это система американского образования. Это коммуняки в университетах, профессора, это школьные учителя, особенно начиная в начальных школах, причем даже страшнее. Вот в Стивенсе я разговаривал со своим старшим сыном, и я говорил, ну как-то давят там, промывают мозг, он говорит, да нет, я особо не чувствую. Как бы они стараются держать политику аут. А вот что касается, я разговариваю с моим младшим, и я чувствую вот это влияние этих комсомолок в красных косынках и старых коммуняк, таких сразу мне видится, крупская такая. И вот результат. Вот эти, которые вышли на улицу громить, бомбить, это результат системы образования. Я думаю, правильно Трамп делал попытку ограничить финансирование, потому что, ну зачем платить деньги университеты, которые получают колоссальные суммы от китайцев, от Саудовской Аравии, и по сути дела на них работают. Они воспитывают вот внутренних врагов, которые готовы, не готовы защищать свою страну, но готовы идти и разрушать ее. Они еще ничего не создали, но уже готовы разрушать ее. Эта проблема серьезная, и я не знаю, как ее возможно решить, поэтому, к сожалению, мы неуклонно движемся к пропасти, благодаря системе образования, благодаря Голливуду, вонючему, который вместо того, чтобы очень хорошо Тед Круз шпильку вставил этому Тимберленд, Джастин Тимберленд, Тимберлейк, говорит, вместо того, чтобы давать деньги на выкуп бандитов, которые грабят, лучше бы дали, собрали деньги на восстановление бизнесов, даже тех же афроамериканцев, чьи бизнесы были разрушены и уничтожены. Засранцы. Засранцы самые настоящие. Кстати, насчет выкупа, они еще не успевают попасть в участок. Их уже отпускают. Их уже отпускают. Потому что КОМ реформу провел такую, БЭЛ реформу. Ты понимаешь, что они больше тратят денег на бензин, довести их до участка? То есть, ребята, посмотрите, что делают... Мы сейчас говорим, хочешь ты того или не хочешь, но мы говорим о демократах. Да. Если взять, к примеру, судью, которого назначил Барак Хусейнович Обама, который бросил в тюрьму и наложил штраф на женщину, которая хотела работать, чтобы кормить своих детей, он ее бросил в тюрьму. А если мы говорим о дебиле Деблазио и Фредо Куома, то они выпускают на свободу людей, которые грабят, бьют, убивают. Они их выпускают на свободу. И тут же Деблазио грозится на Memorial Day, если я увижу кого-то на пляже, я туда пришлю своих полицейских, и они вас арестуют. То есть, или наше хорошее имя дали Пуцкер. Ну да, Пуцкер и Лайтбрейн. Лайтбрейн. Пуцкер четыре тысячи уголовников, в том числе убийц, выпустил на свободу. Вот они пополнили ряды тех, кто ходит и грабит. Ну как? Это светлое будущее. Такого социализма вы хотите, господа Дема? Ну я понимаю, Ленька Могилевский, там мозгов просто нет. Или подонок, или безмозглый. Но есть же люди, которые с мозгами, и тем не менее, все равно они... Погодите, секундочку. Почему или-или? Мы же сказали, мы умеем шагать и жевать жвачку одновременно, правильно? Ну вот, я знаю людей более, так сказать, соображающих, и все равно странно все это. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. 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 Я уже говорила как-то, мой адрес был продан, приходит масса писем, буквально горы. Сегодня было только шесть. Так вот, что интересно. Прочитывать я, конечно, не успеваю, но в одном письме Young Foundation, по-моему, организации, они пишут, что они стараются оберечь студентов, которые в институте стараются выражать нормальные, так сказать, ну, консервативные идеи. Да. Им очень достается. А второе письмо, ну, оно уже не первое, тоже Hillsdale College в Мичигане. Они единственные из университетов в Америке, какой бы курс вы у них не взяли, обязательно один семестр изучения Конституции. А в других университетах это вовсе не надо. Вот так, чему удивляться, кого воспитывают. Спасибо большое. Да, и результат налицо. Добрый день. Добрый день. Добрый день, господа. Привет. Сергей Анатолий, здравствуйте. Это, я надеюсь, вам нравится то, что вам посылаю иногда на... Ну, конечно. Конечно. Значит, смотрите, продолжаю тему красных профессоров. Вчера или позавчера профессор Нурвеж-Университет сказала, что вот это лутинг, это все это грабеж, бандитизм, это нормально. И она сравнила это с бостонским чайопитим, когда началась революция. Вообще, это нормальный человек, это не то, что нормальный, это все больницы такого не могут сказать. Вы понимаете? Понимаю. Хотя перевернут всю историю вверх ногами, подстроить под себя. И, к сожалению, вот так оно и есть, понимаете? Потому что при нормальном раскладе Нордвестерн должен был тут же объявить ей спасибо-благодарность и выгнать ее к чертовой матери из факультета. Но, к сожалению, это не случится. Она выражает их чаяние. Анатолий, Сергей, я хочу два слова буквально про сегодня слушание в Конгрессе. Да, да. В Конгрессе, Сенате. Да. Мне очень понравилось, когда это Розен Сейн, да? Когда его спросили, он не проверял, ему дали документы, он подписал. Но он сказал сейчас, что если бы это было сейчас, и он бы знал, что узнает сейчас, он бы их не подписал. Но, вы знаете, я по природе оптимист, и я надеюсь, что если это раскрутится, то хоть на 30%. Это будет очень хорошо нам всем. Да, дай бог, дай бог. Спасибо, Элок, спасибо. Спасибо вам, ребята, спасибо. Да, Дюрбин как раз по этому поводу скулил, что вот комитет собирается выписать повестки 53-м свидетелям, так сказать, ну, из администрации, из ФБРовцам, которые приняли участие в этом перевороте. А он говорит, а нам бы хотелось вызвать в качестве свидетеля Майкла Коуна, Пола Майнафорта, Дик, он и есть Дик. Знаешь, самое интересное, мне понравилось ответ Розен Сейна, когда там Круз перед ним рассказывал все его недостатки Розен Сейна. Тот сказал, ну, что вы хотите, мы занятый департамент, у меня было 70 тысяч дел на рассмотрении, но я специально уделил особое мнение именно этому расследованию. Нормально. Добрый день. Не дождался. Не дождался. Добрый день. Добрый день. Добрый день, Сергей Анатолий Владимирович Коевилин. Да, привет. Чтобы поделиться таким наблюдением. Вчера мне позвонил мой товарищ, говорит, был на фейсбуке в видео, какой-то из городов, он даже не отметил, не отметил какой, где-то же начались вот эти вот... Невильные ищие протесты. Да, да. И локальные жители немножечко вошли на улицу, немножечко... Кто с Шотганом, кто с Р-15, так вот Львович. Да, это знаете, где было? Вот они погромили и ничего не разграбили. Интересно, чтобы минут три часа это видео справедливоще, а на фейсбуку дали. Я тоже видел, да, спасибо большое. Ну, вот поэтому демократы пытаются лишить нас прав на оружие, чтобы их боевое крыло имело возможность выйти и громить без, так сказать, без боязни, получить ответ. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте, это Евгений. Здравствуйте. Здравствуйте. Я что хочу... Женечка, говори в трубку, не на спикер. Я что хочу сказать. Я все-таки оптимист. Потому что я смотрю, как вот политика, в смысле, Трампа компания сейчас совсем другая, не такая, как была в начале первого срока. Так я вижу, что он молодец, он уходит от всех этих вопросов аккуратно. Если бы он только послал бы армию, его бы сгноили, что он посылает армию против своего народа. Поэтому он выдержку сделал. И то, что министр обороны начал говорить глупость, я думаю, это тоже согласованно, чтобы только потушить вот этот вот сейчас, этот страх. Потому что, в принципе, надо быть хитрее. Нельзя сейчас, как говорится, с кулаками драться с этими идиотами. Да, на пролом тяжело. У меня есть надежда, что все делается по-умному. Спасибо. Дай Бог, дай Бог. Я думаю, что после выборов, после выборов, ну, во-первых, при любом раскладе, чем бы выборы не закончились, точно закончится коронавирус, закончится все сразу. Погромы, коронавирусы, расцветут цветы, пальмы. Ты хотел что-то сказать? Да, я, вот у нас есть буквально несколько минут, я бы хотел обратиться ко всем членам группы на Facebook, который называется Everything Buffalo Grove. Особенно, дорогие друзья, те, которые немножко постарше, пожалуйста, обратите внимание на то, что сейчас творится в Facebook, посмотрите, кто там пишет, и я больше чем уверен, что очень многие из тех людей, которые там пишут, это ваши дети. А дети ваши пишут о том, как они горды тем, что в Buffalo Grove придет вот эта демонстрация. Кстати, для тех, кто еще не знает, демонстрация в Buffalo Grove назначена на 4.30 по полудню завтра. Окей? И будет нам проходить в районе Олдмахенри и Лейк-Кук-Роуд. Так вот, дорогие мои жители пригорода Buffalo Grove, пожалуйста, обратите внимание на ваших детей. Когда я говорю детей, я не имею в виду 12-13 лет. Я говорю про ребят, которым 19, 20, 21. Это ваши же дети, которые учатся в колледжах, которые учатся в Диполе, в ЮАСИ, в ЮАВАИ и так далее. Почитайте, что пишут ваши дети, причем многие из них даже не используют ник, они пользуют свои имена. И как они довольны, что в Buffalo Grove придет наконец-то social justice, и как они не могут дождаться, чтобы попасть на эту демонстрацию, чтобы вместе со всеми показать правительству и полиции, как они относятся к нашей стране. Дорогие мои, пожалуйста, проследите. Я вчера, наверное, часа полтора читал комменты именно в этой группе и должен вам сказать, ну просто кошмар. Просто кошмар. Я не знаю, сколько там было людей, которые не принадлежат к Buffalo Grove. Я понимаю, что там есть и боты, которые засланные казачки, которые организовывают эту всю ерунду. Но, пожалуйста, ребята, обратите внимание на ваших детей. Если вы знаете, что ваши дети завтра собираются идти на эту демонстрацию, подумайте, поговорите с ними. Ничего хорошего в этой демонстрации нет. Вы живете в Buffalo Grove, вы живете в хорошем, чистом, красивом пригороде. Так что, пожалуйста, дорогие мои, обратите внимание на это. Спасибо. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, спасибо за передачу. Я вот, продолжая вашу демонстрацию в Buffalo Grove, а вы видели, как девочка одна плакала, что вот на таких же демонстрациях ее сестру убили? Да. И она обвиняла вот эти, говорит, как же так, мы пришли на мирную демонстрацию, а мои девочки, это невозможно смотреть. Они, вот эти вот все радикалы, извините, они так бы, ну как, влезли в это все, и под этим соусом они вот это все, блядь, весь дом сделали. Вы знаете, я вам скажу честно, я бы, может быть, не так отреагировал на это, но я видел имена детей, которых я знаю, и родителей, которых я знаю. Поэтому я решил все-таки это сказать. Пожалуйста, обратите внимание на ваших детей. Вы мне все время кричите, ну что мы можем сделать? Ну они же уже взрослые. Да. Вы можете вбить какую-то идею в эту голову, что не так все плохо. И они никого не угнетают, и они не должны себя чувствовать, как те, которые угнетают, как почему-то какой-то расовый класс. Полнейший дебилизм. Да. Спасибо. Спасибо большое за ваш звонок. Ничего удивительного нет. Вспомни письмо, которое было опубликовано в газете реклама. Мы, бывшие советские евреи, выступаем против Трампа в поддержку свободы перемещения, передвижения мусульман в страну, на баррикады поднимали. Сколько там? Две тысячи человек подписалось. В том числе и люди. Две тысячи подписалось, а в Миннесоте, вот во всей этой заварухе, еще одна сомалийка, уже ты видел? Идет опять, идет на выборы в Нижнюю палату. Вот это все, что нам нужно. Нам нужно штук 5-6 Ильхана Мара. И все. Слушай, их там 4 человека, склад, и они заправляют, по сути дела, всей демократической партией. Потому что Нижняя палата – это демократическая партия. Они заправляют всем. Они направляют политику Пелоси. Они заправляют всем. Несколько человек, отъявленных ярых врагов Америки, заправляют всей демократической партией. Ну, еще несколько человек. Изберите. Изберите. Потом плакать будете, но будет поздно. Спасибо, друзья. Все повторяется. Ничего же нового нет. Ты помнишь, революцию 17-го года поддержала интеллигенция, образованная интеллигенция, финансировала ее, а потом болтались на фонарях. Которые жрут, которые ездят на хороших машинах, которые... Почему вы не отдадите ваши машины? Почему вы не привезете домой этих расово-бнетенных? Нет. Надо пойти на демонстрацию. Для чего? Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.